ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я на центральной площади страны, и как я говорил, мои зрители, то сейчас мы посмотрим, что здесь происходит. И все это для нас объективно с Денисом Лабиным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я ищу товарищей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, мне тут очень нравится. Тут, конечно, не так чисто, как хотелось бы, но это понятно, потому что тут живет очень много людей. Люди стараются и убирают. И, ну, тут очень интересная атмосфера. Тут постоянно играет музыка, выступают какие-то люди. Сейчас там играет капелла-бандуриста, украинские народные стародавние песни. Тут очень дружелюбные люди. И, конечно, тут нет ни одного пьяного. И у нас на входе даже спрашивают, пьяные ли мы, и при нас одного человека завернули, потому что у него был перегаз. Потому что революция наша, украинская, не делается. И делается пьяными мозгами, и делается пьяными людьми. Конечно, может быть, не очень вежливо наблюдать за спящими людьми, но вот так люди отдыхают после бдения на Майдане. Как бы грустно, да, мне это видеть как дончанину, что Пальма Мерсанова здесь. Ну что ж, такая вот история, такие вот перипетии этой самой истории. Мы видим с вами, что мужской туалет на улице. Здесь теплая одежда, средства гигиены и все для женщин. Выходим из КГК, сюда вход только, показав документы, и они смотрят, насколько ты треск, насколько ты хорошо выглядишь. И, в общем-то, для того, чтобы обеспечить более-менее адекватных граждан, которые зайдут внутрь. Это то самое легендарное пианино, которое тут появилось в первую... Играйте, играйте, играйте. Это просто для обогрева или вы что-то готовите? Атоль, запекаем картошку. Можно картошку? Картошку. А, вы бронику Майданович? Да-да-да. Нет, тут садань не... Людей, лавочки, баррикады, палатки, различные палатки. Баррикады прямо в арке. По-моему, я оттуда шел, потому что нас не пускали. Мы с каким-то настоящим Запорийскосич. То есть, честно говоря, впечатления очень такие двоякие. Да, все-таки вот центральная улица. Тут самый центр столицы, но с другой стороны, вот как-то все это несколько так фантасмагорично. То есть, мы видим с вами колья, вбитые прямо в асфальт. То есть, тут такое военное положение. Мы идем ко входу, да? Да. Мы идем ко входу в лагерь. До другого входа мы там. Хорошо. Просто знаешь, военное положение военным положением. А магазины работают, бутики работают. То есть, в принципе, как гражданская война, что рестораны были открыты. Не побывали в витрины, не знают, что ни в банкомат. То есть, все целое, да? Нет витрин, как бы все банкоматы. Но просто боялись, что вот будет анархия. В передине самого Майдана працуют торговые точки. Никто их не рука, никто не заважает працювать. Только один день вечером раньше закрылись магазины, а затем все работало, как и в обычной емке. Единственное, что тут теперь нет транспорта, но ты говоришь, что нет проблем, да? Да, все приезжают транспорт, так и забирают сметя и вычищают туалаты. Тут необходимые службы, особенно, працюйте, маят доступ к домой, да. Скорая помощь приезжает спокойно. Автомобилисты, особенно на форумах, не жалуются, в принципе, на то, что, как говорится, перекрыто. Отпечатник – это транзитная, очень важная магистраль для города. Это не только люди, которые приезжают в центр, а те, которые едут через город, просто, ну, через Крещание. Тем не менее, особо, какие массовые протесты со стороны автомобилистов не слышно? Взагалі, кияни дуже добре ставлются до Майдана, и вони, в принципе, вважают, что це правильно, и завдяки їхній підтримцы, в принципе, Майдан можливый. То есть, підтримки кияни, его просто не было. То есть, вот такие вот мнения. Моя задача показать, конечно же, субъективность, с одной стороны взгляд, но с другой стороны, я стараюсь здесь максимально быть объективным и меньше комментировать, просто показывать, как оно есть на самом деле. Как живет сейчас центральная площадь страны и центральная улица, Крещатик, и что тут происходит? Скажите, много революционеров приходят к вам за шансы? Никого? То есть, им это не по карману, не интересно, да? То есть, они вам немножко перебили, да, как бы? Ваш революционер? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть мы идем сейчас вглубь, мы попытаемся зайти в палаточный город и посмотреть на жизнь изнутри. Мы уже в середине. То есть здесь мы видим, здесь готовят еду, рубят дрова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один из вопросов, который я задавал, куда же они оправляют свои естественные надобности. Ведь тут такие есть туалеты. Конечно, они выглядят несколько экстравагантно. Это обычные биотуалеты. Я не был еще внутри, наверное, скажу, только завтра днем. Запаха я не слышу. Я не могу сказать, что тут идеально чисто. Бутылки, бумажки. Но не настолько грязно, как можно было в себе представить. Ты рослый, ночью матриот, мы не знаем. Но здесь уже появился запах. Вероятно, здесь более наполненные. Я не знаю, как часто их убирают. А вот она та самая елка, о которой говорят киевская. Вот она. То есть лучше идет концерт. И как икона этот портрет Тимошенко. Мне кажется, он портит всю картину. С одной стороны, можно поднять лозунги людей. Но с другой стороны, это портреты невесты. Поддержку того, чтобы выпустили ее из тюрьмы, да? Ну, в принципе, да. То есть она как одна из политзаключенных. Браво Украину! Но, в принципе, я думаю, что тут немножко... Героя Бала! Нет, они все считают политзаключенной, да? То есть, в общем-то, многие это считают обычной криминальной. Там в чем-то, как бы, в тот договор, который был подписан, там есть очень много спорных моментов. Но очень так принято, что вот... Но что лидер оппозиции не должен сидеть в тюрьме. Да, лидер оппозиции, да. И прочее так далее. Тем более, в этом конце Крещатика, а вот уже где-то более двух лет стоит 20 городок, в том, что поддержка Тимошенко. А все-таки многие считают, что на юге, ну, если она тоже может быть распортретом, наверное, с людьми, может быть, немножко минус. Тимные, трепещите. Уже остался малый час. Места укромные ищите. Но не встали, говорю, на вас. Во сколько врали бы не сбылось. Во сколько сотворили зла. И все печально открылась дорога, как ад вас вела. Врата Вселенского собора закрыли перед вами дверь. Узнать нетрудности двора. Куда же вы? Куда теперь? Автономические суммы продолжали не вернуть. Для вас, вновь, стало умным навеки вечным встать. Передал Господь Бог Спаситель. Крестов. Разбирайтесь в скид. Здесь есть наклейки, есть... Наверное, как на каждом массовом мероприятии, масса вот таких вот странных людей, которым голоса какие-то слышатся, еще что-то. Но я думаю, на это не стоит обращать внимание. Календарик с девочкой, да? Спасибо. А вы откуда? С Киева. А откуда именно? Из какой религиозной организации? С церкви Евангелия. Волновая Евангелия. То есть вы из харизматической церкви, да? Да. Мы молимся за больных, молимся за людей, которые нуждаются. А для чего вы здесь? Пап, чтобы мир Божий был. Покой Божий. То есть вы не с политическими целями? Нет, не с политическими целями. Ну, скажем так, с религиозным, ну, таким, ликвезом, да? Да, чтобы люди верили в Бога. Пожалуйста. А можно пока вы накладываете, мы вас поспрашиваем? Можно? Вот я когда собирался ехать, мне сказали, подойди к мальтийцам, у них самое вкусное, самое лучшее. Вот самое лучшее отношение. Почему? Объясните мне. Сварение с дубовью. Да? Да. И все? А чем вы кормите сегодня? Гречкою с подливкой. Гречко с чем? С подливкой. С подливкой, я понял. Почно. Горей, пригушай. Давайте попробуем. Давайте. Спасибо. Я из Донецка. Велком. Спасибо. Порастовуйте стаканчики на какие-то рази. Спасибо за добавку, я. Знаете, мне сказали, что у мальтийцев самый вкусный чай. Вот такого чая ты нигде, сказали, не выпьешь. Что вы туда добавляете? Секрет. Секрет, да? Да. Это мальтийский секрет. Да. Спасибо. Смешно. До нас приходят. Я только что съел полную тарелку гречки, замечательной. Я сто лет не ел такой вкусной гречки. Мне сказали, у мальтийцев самый вкусный чай. Я не знаю, что они туда добавляют, но сейчас попробуем. Действительно потрясающий чай. Замечательный чай. Он сладкий? Он сладкий. Там есть ремонт. И, по-моему, там есть имбирь. Пойду возьму. Но достойно. Достойно. Мы идем уже на выход. То есть мы походили по лагерю, посмотрели. И мы идем с другой стороны. И здесь большое движение людей. Главное, конечно. Но куда без этого. Причем, заметьте, там не только сигареты, там шоколад, аленка. А охранники Майдана кушают аленку. Аккуратия с Европейским Союзом – это реформи, которые нужны нам. Но плюс на эти реформи Европейский Союз дает нам еще поддержку технически, профессионально и финансово. Те, что имеется на увазе союз с Россией, ну, я не против хороших партнерских отношений с Россией. Но митный союз, он с технического боку нам не может быть возможным, потому что мы в митном союзе, они выше, чем у нас сейчас в СОД. Вы прочитали всю, весь текст угоды, эти 300 страниц? Нет, 300, 900. Даже 900. Кто прочел из вас? Вси мы не прочитали. Кто осилил? Мы все читали, но все, известно, не все прочитали. Не полностью. Костями плюс мы читали, есть брошюры на представительство ЕС, они проводили активно информационную кампанию. Есть вот такие вот, можно сказать, вытремки, угоды. То есть абсолютно разные люди, люди из разных городов, даже девушка из Донецка, да, и люди имеют свое мнение по этому вопросу. И, в принципе, девушка экономист, потому я предполагаю, что она, ну, хотя бы немного пыталась разобраться в предмете исследования. Не удалось, к сожалению, прогуляться по второму лагерю, потому что, ну, в общем-то, такое чувство, что все отсюда съезжает, все куда-то девается. Внутрь нас не пустили, но вот видим, как бы, внешне, что здесь есть, и вот такие вот сборы, дорожные сборы. Здесь матрасы, множество одеял. На Крушевского мы видим большие машины и специальные войска вверх, и, наверное, внутренние войска. То есть, в общем-то, до сих пор здесь перекрыты какие-то части города. То есть мы сейчас на... Мы сейчас находимся на том участке улицы Банковой, на которой непосредственно происходили столкновения то ли демонстрантов, то ли провокаторов с разделениями милиции. То есть на вот этом небольшом участке, вот мы видим там в конце нынешнее милицейское заграждение, собственно, все и происходило. Здесь было огромное количество людей. Часть брусчатки до сих пор разобрана. Мы можем там найти элементы, где отсутствуют некоторые камни. Здесь на этом заборе тоже было большое количество людей. Когда уже разгонял Беркут манифестантом, часть людей залазили на заборы. Вот здесь происходило вот эти вот довольно-таки серьезные вещи. Не странно, вот с другой стороны улицы Банковой, где походу даже к администрации, особо таких больших вещей и серьезных вообще не происходило. Беркут манифестантом, часть людей залазили на заборы. Беркут манифестантом, часть людей залазили на заборы.